Здравствуйте дорогие товарищи, зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук. Сегодня у нас очередное занятие в Красном университете Фонда Рабочей Академии, занятие семинарское, называется занятие диалектика как методология марксизма. Всем товарищам, которые обучаются в Красном университете, было предложено ответить на ряд вопросов, всего этих вопросов было 7 штук. Ну и надо сказать, что товарищи ответственно подошли к этому вопросу и я получил вот сейчас в СДО у меня около 250 ответов на вопросы, которые мы частично сегодня разберем, а частично я поотвечаю на ваши вопросы, которые у вас еще остались после лекции Михаила Васильевича, ну и вообще говоря на любые вопросы в конце второго часа я смогу ответить. Что можно сказать перед началом, перед тем как я буду разбирать конкретные работы. В целом могу сказать, что уровень работ очень высокий, я проверил далеко не все работы, честно признаюсь. Уровень работ очень высокий, повторюсь, и я провел порядка 60-70 работ, всем товарищам я поставил зачет и если я чью-то работу буду разбирать специально, акцентировать на какие-то недостатки или на каких-то достоинствах, это не значит, что работа содержит какие-то принципиальные недостатки, просто эти недостатки присущие другим работам, а на данной конкретной работе я просто разберу эти недостатки. Вот, ну что, давайте приступим к разбору тех работ, которые я смог проверить и начнем по порядку. Желнин Николай Русланович, город Ижевск. И Николай Русланович отвечает на три вопроса и вторым вопросом он берется разобрать вопрос об историческом материализме и пишет, что основной движущей силой общественного исторического процесса являются не субъективные решения отдельных личностей, а определяющее влияние характера производственных отношений, уровня развития производительных сил и условий материальной природы. Вот получается у Николая Руслановича, что определяющее влияние это как бы характер производственных отношений. Характер это то, что проявляется вовне. Далее в науке логики мы узнаем, что такое характер, как определяется эта категория. Но и здесь в целом то, что говорит Николай Русланович, оно верно. Но вообще говоря, можно сформулировать это более точно. Что такое исторический материализм? Это диалектический материализм, примененный к истории. И вообще говоря, наиболее успешное применение диалектического материализма к истории произвели Маркс и Энгельс. И в общем-то у них и можно найти, что является определяющим моментом истории согласно историческому материализму. И Энгельс говорит так, по-моему это в работе о происхождении семьи, частной собственности и государства. Он говорит следующее, что в конечном итоге определяющим моментом истории, согласно историческому материализму, является воспроизводство непосредственной жизни, которое в свою очередь разбивается на два момента. Это воспроизводство человека, то есть непосредственно процесс воспроизводства, рождения человека, и производство предметов, которыми человек используется в своей жизни. Да, ну вот и получается, что, во-первых, и само производство человека, оно не может быть вне общества, оно происходит только в обществе самом, потому что человек это животное общественное. Ну и, соответственно, это воспроизводство человека зависит от того, как общество производит, потому что общественное бытие есть общественное производство. Ну и вот этот момент, определяющий воспроизводство непосредственно человека, сводится к общественному бытию, которое является общественное производство. Вот можно так раскрыть этот вопрос и не говорить об уровне развития производительных сил и условиях материальной природы. Вот Энгельс формулирует достаточно точно этот вопрос. Далее товарищ Желнин указывает в третьем уже вопросе. Диалектика как источник и составная часть момент марксизма. И товарищ указывает, что три составные части марксизма и первая составная часть это диалектический и исторический материализм. На самом деле это получается масло масляное. Мы уже сказали, что исторический материализм это диалектический материализм, примененный к истории. Поэтому, на самом деле, нету исторического материализма как какого-то недиалектического материализма. Вот. У вас в целом работа хорошая, вполне заслуживает оценки, зачтено. Далее идем. Жиро Сергей Сергеевич, город Фурманов, раскрывает вопрос. Все вопросы, так, Сергей Сергеевич прошелся по всем вопросам и пишет. Диамат – это наука, материально толкующая диалектику Гегеля. Ну, вообще говоря, это такое высказывание, правильное, наверное, можно сказать, что это правильное высказывание. Но здесь словечко «диамат», на самом деле, его очень часто вы сейчас сможете найти в интернете. Некоторые договорились, что они диаматики какие-то и так далее. Вот у Ленина вы «диамат» не найдете такого слова никогда. Вот вы возьмете полное собрание сочинений, «диамат» он такое слово не использует. Он использует два слова – «диалектический материализм». И действительно, диалектический материализм – это материалистически истолкованная диалектика Гегеля. Но в каком смысле она диалектически истолкована? И это бы, вообще говоря, нужно здесь, в этом вопросе было раскрыть. То есть вопрос о диалектическом материализме требует раскрытия этого вопроса. А как же диалектически истолковать диалектику Гегеля? Ой, извините, материалистически истолковать диалектику Гегеля. Вот у Маркса и Энгельса можно найти, я не помню, у кого из них, можно найти такое высказывание, что они перевернули диалектику Гегеля, поставили ее с ног на голову, с головы на ноги. Но на самом деле, поскольку они были младо-гегельянцами, они на самом деле сами перевернулись и стояли на голове, а стали на ноги прочно в этом смысле. И они диалектику Гегеля как таковую не перевернули. И, скажем, если мы говорим о Марксе, когда он говорит о Гегеле и об его методе, он прямо говорит, что Гегель – мой учитель. То есть, диалектику Гегеля Маркс полностью, он ее не только не отрицает, он ее в своем методе прямо использует. С другой стороны, он говорит, что мой метод прямо противоположен методу Гегеля. И вот в каком смысле как раз в этом вопросе нужно было раскрыть. А раскрывается это следующим образом. Если мы возьмем науку логики и все движение категорий у Гегеля, то мы получим, что Гегель рассматривает так. Вот его научная мировоззренческая картина заключается в следующем, что есть некая абсолютная идея. Ну, на самом деле, это как бы эта идея, как говорят сейчас, трансцендентная. Вот, на самом деле, он имеет в виду, конечно, Бога, и есть некая сущность, которая в мире идеального. Эта идея развивается, она развивается до материи. Материя познает саму себя, выражает себя вот в этих категориях, в движении этих категорий диалектических. Познает саму себя как материю и познает вот эту идею, идеальное, дух. Ну, и возвращается, таким образом, эта идея возвращается сама к себе. Ну, и здесь уже, прямо вот здесь явно видно, и Владимир Ильич на это указывает в 29 томе полного собрания сочинений, о том, что если здесь отбросить эти рассуждения о Боге, об некой идее такой идеальном, то вполне, если очистить диалектику от этого, то вполне движение будет материалистическим. В каком смысле? Есть материя, она развивается до высшей своей формы, до человека. Человек обладает сознанием, то есть обладает свойством отражать материю, то есть материя отражает саму себя. Отражение это происходит в том числе в языке. В языке сохраняется то повторяющееся, то повторяющееся, с чем человек встречается в своей жизни, то есть и закрепляется в категориях, категориях диалектических. Эти категории имеют соответствующие переходы от одной к другой, и эти переходы на самом деле отражают то, что происходит непосредственно в материи. То есть материя отражает себя, и вот все это диалектическое движение в науке логики, это просто отражение, которое имеется объективно в движении материи. Ну и вот, собственно говоря, именно это и является материалистическим истолкнованием гегелевской диалектики. И ничего более. То есть из гегелевской диалектики не надо выбрасывать какие-то категории, как любят это делать некоторые соборьяные товарищи. Надо просто ее таким образом истолковывать материалистически. И если вы посмотрите вот на философские тетради, на 29-й том полного собрания сочинения Владимира Ильича, то вы там найдете такую фразу «Невероятно, но факт» в третьей части науки логики гегеля в учении о понятии больше всего материалистического и меньше всего идеалистического. То есть Владимир Ильич прямо указывает. То, что мы сейчас это будем разбирать, но вот те категории, которые у гегеля там встречаются, это прямо материалистическое отражение мира, не что иное. Вот. Дальше. Сергей Сергеевич нам рассказывает, что, отвечая на седьмой вопрос, который звучит как диалектика, да, диалектика как источник и составная часть момент марксизма, Сергей Сергеевич нам говорит, что Красный университет изучает марксизм в единстве всех трех моментов. Это правильно. Но и на самом деле это не только Красный университет, это является определенностью Красного университета. Но марксизм как таковой, это есть единый кусок стали, как об этом говорит Ленин. И что он состоит из трех моментов. Нельзя оторвать эти моменты друг от друга. И поэтому мы здесь в Красном университете так и изучаем марксизм. Не потому что вот мы так изучаем, поэтому марксизм такой. А потому что марксизм состоит из трех моментов, мы его так и изучаем. И пишет тут товарищ, что первый момент это английская политическая экономия Адама Смита и Давида Риккардо. Но это неправильно. Тут товарищ путает. Есть источники марксизма и есть его составные части или моменты. Вот как раз источниками марксизма можно считать английскую политическую экономию, дальше немецкую философию, которая как раз представлена работами Гегеля, и утопическим социализмом. Вот это источники, из которых марксизм выходит. А его моментами является не сама политическая экономия Адама Смита и Риккардо, а первым моментом марксизма является, конечно, политическая экономия, разработанная Марксом в капитале в первую очередь. То есть Маркс и Ленин за Марксом признают, что они не просто так марксизм высосали, что называется, из пальца. Они стали на плечи тех самых гигантов, вот в данном случае Смита и Риккардо, отрицали то, что, ну, диалектически отрицали то, что разработали Смит и Риккардо. Ну, Маркс диалектически отрицал это. Он вывел политическую экономию, то есть вот этот труд-капитал, это фактически диалектическое отрицание работ Смита и Риккардо, то есть критика, диалектическая критика этих работ. И политическая экономия в этом смысле является моментом марксизма. Дальше. Немецкая философия, Гегель, опять, гегелевская философия является источником марксизма. А моментом марксизма является диалектический материализм, то есть материалистически истолкованная гегелевская диалектика. И французская социология как идейный источник научного социализма. Тут товарищ указывает, но на самом деле это опять источник марксизма, а его момент является научный социализм. Ну, давайте мы тут, так сказать, попробуем указать, а в чем же отличие научного социализма от других типов социализмов? И вообще бывают ли какие-нибудь другие типы социализмов? Товарищи, кто здесь может это сказать? Манифест коммунистической партии содержит много различных социализмов, и маркс с Энгельсом начали с того, что прямо указали эти социализмы. И выделяется из них один такой специфический социализм, научный. А что про него такое можно сказать характерного? Чем он отличается от других? То, что он опирается на рабочий класс? Да, то есть он, все правильно, он указывает ту материальную силу, которая объективно заинтересована в тех прекрасных изменениях, которые описали утопические социалисты. Социалисты-утописты. То есть в этом смысле, вот он научный, он находит ту материальную силу, которая объективно заинтересована во всех изменениях в обществе. И только с этого момента он рассказывает о том, как рабочий класс эти изменения может произвести, а не опирается на благопожелания, которые были до этого у социалистов-утопистов. Ну и далее, товарищ пишет, диалектика как метод ощупывания реальности, созданный Гегелем. Ну, наверное, все-таки тут реальность мы не ощупываем. Мы метод познания мира, да, окружающего. Это ничего общего с ощупыванием не имеет. Ощупывание – это что-то такое, как бы вот мы слона. Ощупываем с разных сторон, и все видят, как будто бы каждый колонну ощупывает. И как бы вот слона видят в таком виде. Так, идем дальше. Белова Анастасия Андреевна, город Витебск, Республика Беларусь. Анастасия Андреевна отвечает на вопрос о диалектике, как науке, и пишет, что диалектика изучает всеобщие законы движения развития природы, общества и мышления путем вскрытия внутренних противоречий и борьбы противоположностей, приводящих к скачкообразному переходу из одного качества в другое. Ну, здесь так все намешано, на самом деле. И можно сказать, что диалектика не изучает всеобщие законы движения развития природы, общества и мышления. Тут Анастасия Андреевна перепутала диалектику и философию. Диалектика все-таки это раздел философии. Диалектика изучает... Предметом диалектики является мышление только. Диалектика изучает мышление. И сам предмет изучения – это то, как движется мысль. А так как это движение мысли является отражением в материальном мире, движении материи, как мы уже говорили, то фактически вот это движение... Диалектика изучает движение материи. И изучает... То есть диалектика, фактически можно говорить, диалектика – это наука, сводящаяся к диалектической логике. Движение тех самых категорий, которые изложены в науке-логике Гегеля. Ну и опять же, путем вскрытия внутренних противоречий. Да, диалектика устанавливает, что все является противоречивым. Но вот так прям вскрывается внутреннее противоречие. Нельзя сказать, что во всем. Например, мы знаем, что в диалектике есть категории, которые являются абстрактными. То есть непротиворечивыми. Если возьмете первую категорию «чистое бытие», о которых мы потом будем говорить на следующих занятиях, то она абстрактная, никакого противоречия в нем вот так вот сразу же не вскрыть. Другое дело, что чистое бытие, оно как матрешка содержит все в себе, и потом оно необходимо разворачивается уже в более сложные, в конкретные категории, в которых находятся противоречия. Ну и борьба противоположностей, приводящейся к скачкообразному переходу из одного качества в другое. Ну, все это есть, как бы, так или иначе. Можно найти и скачкообразный переход, то есть скачок, привив постепенности, вы найдете в первом томе науки, логики и перехода качества из одного в другое. Это вы все найдете. Но вот нельзя все только к этому свести. Вот так зачтено. Калашников Илья Владимирович, поселок Михайловка, Иркутская область. В вопросе о том, что же такое философия, Илья Владимирович пишет. Философия объединяет в себе все науки, находит связи и закономерности разнообразнейших природных явлений, общественных течений. Проще говоря, это наука обо всем. Нельзя так сказать. На самом деле, природные явления, вот как бы конкретно, никакие природные явления, философия, с одной стороны, не изучает, а с другой стороны, изучает в том смысле, что она изучает все. Все законы, которые изучает философия, можно найти в природе. Это наиболее общие законы. Соответственно, их можно найти, они применимы ко всему. И в этом смысле можно сказать, что философия – это наука обо всем. Но правильнее говорить, что философия – это наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Дальше идем. К сожалению, не подписанный ответ. Но вот товарищ, может быть, тут узнает себя. Я не скопировал просто чей-то этот ответ. Пишет в ответе на пятый вопрос, товарищ. Пятый вопрос. Диалектический материализм. Согласно Гегелю, то единое, что есть – это абсолютная идея. Нет, это неверно. Согласно Гегелю, то единое, что есть – это материя. И Энгельс потом это подчеркивает, эту мысль высказывает ее так. Единство мира в его материальности. Абсолютная идея, согласно Гегелю, это единство идеи блага и идеи познания. То есть идеи преобразования мира и его познания. Теоретическая и практическая идея. Мы сейчас до этого дойдем. Любченко Владимир Альбертович. Республика Крым. Город Севастополь. Владимир Альбертович пишет. Исторический материализм рассматривает историю с позиции, что в основании любого исторического движения лежит общественное бытие, то есть общественное производство. Да, это правильно. Но вот в том смысле, в котором мы разобрали это в самом начале. То есть надо к этому прийти. Не просто так, что общественное производство, а все-таки производство и воспроизводство непосредственно жизни, оно зависит от общественного производства и определяется им. Краснов Петр Иванович. Город Окленд. Новая Зеландия. Да, и пишет, товарищ. Общественное бытие, материальные отношения людей к природе и друг другу, существующие независимо от общественного сознания, возникающие в процессе становления общества. Это неправильно. Общественное бытие, еще раз повторяю, и это вот надо хорошо запомнить, товарищи дорогие, общественное бытие, это общественное производство. Когда мы хотим познать бытие данного конкретного общества, нам нужно изучать, как это общество производит. И никак иначе. И не надо нам изучать, вот здесь, какие отношения людей к природе и друг другу и так далее. Все эти отношения сводятся к производству. То есть все отношения в обществе раскрываются через общественное производство. Если мы изучим, какое общественное, какое производство в данном обществе, как данное общество производит, фактически мы укажем все об общественном бытие данного общества. Вопрос хотите задать? Да. Давайте. Я введу материальное производство? Да, естественно. Естественно, конечно, материальное производство. А какое еще производство бывает? Идеи. Слово производство, конечно, не очень. Маркс писал производство культуры. Да, можно говорить о производственной культуре. производства культуры, но на самом деле все равно все это сводится к материальному производству. У вас нету материального производства, нету производства культуры. Хотя, если говорить о производстве культуры, то давайте вспомним, что такое культура. Что такое культура, товарищи? Накопленный опыт материальный и духовный. То есть, в понятии культуры вообще материальный опыт присутствует. Если мы говорим о культуре, то в основном, скажем, если мы говорим о можно сказать, российской культуре, можно говорить о российской культуре, это в основном ведь не березки, и там не эрмитаж, там картины и прочее. Хотя это тоже является частью российской культуры. В основном это тот багаж производства, который оставлен на протяжении развития общества в России. То есть, это в основном материальное, а не идеи. Так, дальше идем. Абсалямов Никита Ирикович, город Магнитогорск. Истина, пишет Никита Ирикович, это совокупность положительных и отрицательных моментов явления. Ну и это, я думаю, что тут на прошлом занятии, я думаю, что Михаил Васильевич этот вопрос разбирал. Это неправильно, то, что тут указывается. Истина это соответствие понятия объекту и объекта понятию. То есть, истинным является, если мы выразили в понятиях, да, нечто о данном объекте, если имеет место соответствие между этим понятием и этим объектом, то это будет истина. Ну, а сделик, сейчас я секундочку, я закончу. С дилектической точки зрения мы не только говорим об истине, как такой созерцательный, а об истине в смысле преобразования в соответствии с понятием. То есть, если у нас есть какое-то понятие, и мы преобразовали материю в соответствии с этим понятием и получили результат, то вот как раз истина в этом раскрывается. И в этом смысле как раз мы говорим здесь о науке логики, я немножко говорил это уже сегодня. Тут можно прямо скакнуть в самый конец науки логики, в самые последние разделы этой книги, и вы увидите, что там Гегель говорит об абсолютной идеи, как идеи преобразования мира и идеи его познания. То есть, два момента абсолютной идеи образуют целое, и это как раз связано с понятием истина. То есть, необходимо познать и выразить в понятиях, то есть, и преобразовать в соответствии с понятием. Вот что можно сказать об понятии истины. Вопрос был у вас. Ну, давайте вы подумайте. Соответствие понятия объекту. Да. То есть, еще раз, надо... А может быть так, что есть какое-то другое понятие, которое... Ну, как узнать, понятие одно или нет? Да. Значит, вы сразу же сводите этот вопрос к вопросу об понятии. Что такое понятие? Мы этот вопрос будем рассматривать в дальнейшем, но так, забегая вперед, понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. И вообще говоря, понятие, оно... Вы можете все больше и больше проникать в эту сущность, да? Но вот, если вы взяли бытие и через него просвечивает сущность, то это и есть понятие. Есть ли способ определить вполне понятие познанное или нет? Есть способ, практика. Практика – критерий истины. Не взря об этом Владимир Ильич говорит. Можно вопрос еще? Да. А вот там был вопрос про истину и был вопрос про диалектическую истину. Да. Я ответила, я не знаю, правильно или нет, что если мы говорим о вопросе истины, это только первая часть определения, когда появляется вторая, что соответствие объекта, понятия, то это уже диалектическая. Да, все правильно. Но на самом деле, вот, это вы правильно сказали, да, это все верно. Но, если... Бывает ли какая-то истина, кроме диалектической? Так-то если. То есть, на самом деле, диалектическая истина содержит все то определение истины, которое вы дали в самом начале, как один момент этого только, да. Но в вопросе об истине можно говорить о том, что, если мы выражаем, что-то говорим об каком-то объекте, то поскольку материальный мир противоречив, то и истина противоречива. Вот в этом смысле можно тут говорить просто об истине. То есть, когда даже мы выражаем понятие в объекте, в этом понятии уже противоречие заложено. И если у вас в понятии противоречие не раскрыто, то есть, как оно раскрывается, этого нету в понятии, то тогда можно сказать, что вы говорите там правду об объекте, то есть, вот там эти были вопросы правильность, достоверность, но не истинность. То есть, вот это противоречие само во всей природе, во всей материи, оно раскрывается истинно, истинно всегда конкретно. Вот здесь можно было в вопросе об истине сказать, что истина всегда конкретна. Я думаю, что это имелось в виду теми, кто составлял этот вопрос, эти вопросы, я был, видимо, один из них. Есть диалектическая логика и есть формальная, я поэтому тоже... Да, формальная логика это как раз односторонняя. Вот в этом именно, да, формальная логика она односторонняя рассматривает. То есть, она когда встречает противоречие, она заканчивает рассмотрение. Вы вот заметьте, в формальной логике есть такой метод, метод от противного. Что-то предполагаем, делаем логические выводы, пришли к противоречию, значит, наше предположение исходное было неверно и закончили, все, дальше мы не идем. А диалектическая логика как раз и говорит, что надо это противоречие раскрыть, вскрыть его. Для этого надо рассмотреть одну сторону, надо рассмотреть другую и рассмотреть само противоречие в целом. Идем дальше. Так. Аверкиев. Олег Андреевич. Московская область. Нарфаминский район. Город Апрелевка. Диалектика как наука. Товарищ раскрывает вот этот вопрос и пишет, что систематически развитая наука, в которой дана содержательная картина общих форм движения, учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном от односторонности виде подразделяется на тезис, абстрактное определение мысли, бытие, определенность, отрицание предмета, сущность, синтезис, бытие, обогащенный определенностью понятия. Тут я что-то не очень понял. Либо товарищ надергал из словаря неправильного какого-то, но в общем, все в кучу свалилось. Либо из лекции Михаила Васильевича, возможно, но тоже все свалил в кучу. Еще раз, диалектика как наука раскрывается следующим образом. Первое, во-первых, надо понять, что такое наука. наука это система знаний или знания, приведенные в систему. В том смысле, что для науки характерно начало и результат. Начало как неразвитый результат и результат как развитое начало. И движение в систему, то есть, вот это имеется в виду система вот этого движения, от начала к результату. Это первое. Второе, если мы говорим о диалектике, является диалектика наукой. Если рассматривать диалектику как вот то движение, которое раскрыто в науке-логике, то, конечно, она наукой является. Там берется чистое бытие как начало и развивается оно к самым последним категориям понятия, к абсолютной идее, как к результату. И все это движение приведено в систему. То есть, вы не можете выхватить из этого какие-то куски, как некоторые пытаются делать. И вот товарищ делает абстрактное определение мысли, бытие, отрицание предмета, сущность. То есть, намешано все. Бытие, обогащенное определенностью, понятие, не является понятием. Определенное наличное бытие это всего лишь нечто, а не понятие. Так что здесь товарищ все с перепутом. Вот. Но в целом на остальные вопросы ответил правильно. Поэтому зачтено. Аверченков Александр Викторович, город Смоленск. Диалектический материализм, пишет Александр Викторович. Это материалистически истолкованная диалектика Гегеля. Ну вот мы этот вопрос обсуждали, но здесь надо раскрыть, что это значит, диалектически истолковать Гегеля. Ой, материалистически истолковать Гегеля. Так. Эльдар Шамильевич Аляров. Россия, Республика Баштокартостан, город Нефтекамск. Товарищ раскрывает вопрос о том, что же такое философия и пишет, что это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. Это правильная мысль, уже сегодня это разобрали. Это система знаний, где есть начало, как не развитый результат, и результат, как развертанный начал. Я только что об этом сказал. Но на самом деле это имеет отношение к философии только потому, что философия это наука. Философия изменяет то, что изучает, простите, то, что изменяется. Вот я бы здесь немножко конкретизировал этот момент. Это правильное высказывание. Философия действительно изучает то, что изменяется. Но на самом деле философия показывает, что нету ничего, что не изменяется. Поэтому она изучает в этом смысле все. Нету ничего не изменяющегося. И если вы возьмете диалектику, то там уже в какой-то десятой категории, когда мы рассматриваем нечто как определенное наличное бытие, получается, что любое нечто изменяющееся, оно равное самому себе и не равное самому себе одновременно. И с этого момента, как только мы это выяснили, все изменяющимся стало. И поэтому все, что изучает философия, тоже изменяющаяся. Поскольку категории диалектики применимы ко всему, все является нечто, все является изменяющимся нечто. Нету ничего такого, что не изменялось бы. Застывшая, мертвая. Даже труд в некотором смысле изменяется. нету ничего такого, чтобы было застывшим. И дальше товарищ пишет. То есть изучает борьбу и единство моментов равенства и неравенства с собой. Нет, философия не ограничивается изучением борьбы и единства моментов. Во-первых, тут товарищ спутал и свалил все опять в кучу. Есть борьба и единство противоположностей, когда уже во втором томе учения сущности. Мы будем изучать категорию противоречия, там будет противоречие раскрываться как единство, как борьба противоположностей. И единство соответственно противоположностей. Ну а здесь моменты равенства и неравенства с собой это всего лишь моменты изменяющегося нечто. Здесь никакой борьбы нету еще и единства. Это просто равенство и неравенство с собой. Два момента изменяющихся нечто. Ее метод познания философии диалектический и определяет сложное через простое. Действительно методом философии является диалектический метод. Кстати, кто-нибудь может сказать что такое метод? Сознание формул самодвижения содержания исследуемого предмета. Абсолютно правильно. Вот учитесь товарищи. Да. И философия изучает ну скажем диалектика что является предметом диалектики? Мы уже об этом говорили. Мышление. Само мышление является предметом диалектики. И методом диалектики как раз является осознание той формы в котором в котором вот этот предмет мышления самодвижется. Да. Вот когда мы познаем эту форму диалектику как таковую выводим из категории одной из другой мы как раз опознаем диалектический метод в этом смысле. Так. Идем дальше. Ананевич Никита Александрович город Самара пишет товарищ в первом вопросе о философии пишет что это система знаний или знания приведенные в систему движение к истине которое состоит в том чтобы проникнуть в сущность. В действительности да. Мы хотим проникнуть в сущность но это не является самоцелью. Если мы говорим об выражении в понятии что является вообще говоря одним из задач философии выразить в понятии то нам нужно такое бытие через которое просвечивает сущность. Но вот так чтобы задача философии была только в проникновении сущности нет. Такого сказать нельзя. Задача философии все таки в определении наиболее общих законов природы общества и мышления. Но в этом смысле она проникает конечно в сущность в суть вещей можно так сказать. Дальше товарищ пишет что правильность это снятие отрицания с удержанием. Но это совсем неверно. Снятие есть отрицание с удержанием. Но правильность это никакое не снятие. Как мы говорили уже сегодня истина она противоречила. И если вы берете один момент этого противоречия то есть одну сторону противоречия то вы как раз имеете место с правильностью. Если вы берете другую сторону противоречия опять имеете место с правильностью. То есть можно говорить о правильных высказываниях, например, но они не являются истинами. Истина – это как раз единство этих моментов противоречия. Достоверность, пишет товарищ, это бытие. Ну, здесь сложно поспорить. Вообще все есть бытие. Истина – это сущность. Нет, неправильно. Истина – это не сущность. Диалектическая истина – это процесс развития знания. И это неверно. Мы разбирали сегодня, что такое диалектическая истина. И вообще говоря, вот говоря о процессе, процесс – это что такое процесс? Процесс – это движение, связанное со временем. То есть движение во времени – это является процессом. Вот. Диалектическая истина никакого отношения к движению во времени не имеет. Так. Движемся дальше. александр игоревич антонов штат кентукки сша пишет александр игоревич философия это наука опознание мира истины бытия человека и его мировоззрение неправильно говорили мы уже сегодня что философия это наука о наиболее общих законах природы общества и мышления в этом смысле философия конечно познать познает материальный мир но они она не познает бытие человека как такового вообще говоря даже марксизм бытием конкретного человека не интересуется не изучает бытие конкретного человека марксизм и философия соответственно изучает общественное бытие марксизме вы никогда не увидите разговор о бытие, о бытие человека конкретного. И в этом смысле, кстати, я сейчас так и в интернете тут народ стал много высказываться по разному поводу. Разные товарищи, которые себя левыми называют, кружки всякие организовывают, и они всегда тут нам рассказывают, что бытие определяется знание. На что я и хочу спросить, какое бытие, например, Владимира Ильича Ленина определило его сознание? И какое бытие Энгельса определило его сознание? Нигде в марксизме вы не увидите такого положения, что бытие определяет сознание. Это просто неверно. Когда вы слышите, что кто-то такое говорил, это неверно. И к марксизму это никакого отношения не имеет. В марксизме есть положение о том, что общественное бытие определяет общественное сознание. И мы как раз в этом смысле уже тут вот эти все части этого высказывания уже разбирали. Общественное бытие это общественное производство. Соответственно, общественное производство определяет общественное сознание. То есть, что такое общественное сознание? Это совокупность идей, которые господствуют в конкретном обществе. То есть для того, чтобы определить, какая совокупность идей господствует в конкретном обществе, нужно посмотреть, как это общество производит опять. Если сегодня у нас производство капиталистическое, то и господствовать будут капиталистические идеи. И вот это марксизм утверждает. Вот это достаточно точное положение марксизма, которое доказывается в марксизме. А если мы говорим о конкретном человеке, то конкретный человек – это результат воспитания и обстоятельств. Все зависит от того, где человек был воспитан, кем, какое было его окружение, какие обстоятельства сопровождали развитие данного человека. Поэтому никакое бытие конкретного человека философия вообще не изучает. Наиболее общие законы. Соответственно, речь идет об общественном бытии именно. Да, бытие человека, его мировоззрение. Но у конкретного человека может быть вообще любое мировоззрение, товарищи дорогие. И это как бы вы никогда не определите, какое мировоззрение у конкретного человека. Его надо выслушать просто и понять, какое у него мировоззрение. А вот какое мировоззрение в обществе, какое господствующее мировоззрение, тут надо изучать вопрос, ставить так, а как общество производит. Дальше. Диалектика как наука. И тут вот товарищ тоже говорит нам. Без знания формальной логики изучение диалектики как науки невозможно. И здесь бы я поспорил на самом деле. То есть тут товарищ нам указывает о том, что если мы хотим изучать диалектику, нужно вполне сначала изучить формальную логику. И надо сказать, что такие мысли, идеи о том, что давайте сначала будем изучать формальную логику, я даже вот слышал где-то в рабочей партии России у нас. Были такие товарищи, которые говорили, что сначала изучим формальную логику, и только потом примемся за изучение диалектики. На самом деле получается так, что товарищи просто диалектику не изучают, а тонут в формальной логике. И до диалектики просто у них руки не доходят. Поэтому без знания формальной логики изучение диалектики возможно. Да, диалектика использует формальную логику. Все переходы в диалектики формально-логические. И нужно что-то знать про формальную логику для изучения диалектики. Но прямо чтобы полностью знать всю формальную логику и изучить ее обязательно перед изучением диалектики, это утверждение неверно. Дорогие товарищи, изучайте диалектику без досконального знания формальной логики. Иначе вы к этому вопросу никогда не приступите. Так, Бейбит Газелбекович Аринов рассказывает нам, вопрос о философии поднимает и пишет, что философия это всеобъемлющая наука о природе, развитии общества и мышления. Неправильно, но это всеобъемлющая наука, но точнее мы уже это формулировали сегодня. Правильность, пишет товарищ, мне видится как разновидность оценочного суждения. Неправильно, это вам видится. И вот вы как раз даете оценочное суждение здесь. То, что вы указываете, оценочное суждение это просто мнение. К правильности оно не имеет никакого отношения. Точнее имеет то отношение, что мнение может быть правильным, а может быть неправильным. Диалектическая истина, пишет товарищ, взаимосвязь относительной истинной и абсолютной истинной. Неверно. Диалектическая истина это единство. Соответствие понятия объекту и объекта понятию. То есть диалектическая истина раскрывает себя как абсолютная идея. Об этом мы уже сегодня говорили. А не просто относительной истинной и абсолютной. Соотношение относительной истинной и абсолютной тоже изучается в диалектике. Скажем, вот об этом Владимир Ильич писал в работе «Материализм и империокритицизм». Хорошо. Вот если вы хотите соотношение относительной истинной и абсолютной узнать, вот там Владимир Ильич это хорошо раскрыл. Так, идем дальше. Валентин Сергеевич Баташев. Опять. Так, или мы это уже слышим, видели где-то. Диамат. Материалистическое истолкование диалектики Гегеля. Вот у меня, товарищи, на слово диамат, как это, аллергия, как я слышу диамат, чувствую, что что-то здесь не то. Истмат, диамат, это вот все, что написано в плохих учебниках. У Ленина вы не найдете. Говорите, диалектический материализм, это полный термин, категория. И да, вот у товарища, истмат, цельная и стройная научная теория, показывающая, как из одного уклада общественной жизни развивается в средстве роста производительных сил, другой более высокий, кто-то. Главный вывод из истмата состоит в том, что общественное бытие определяет общественное сознание. Можно так говорить, но не надо говорить об истмате, надо говорить об историческом материализме. Так, Белинцев Илья Викторович, город Электросталь, раскрывает вопрос о диалектической истины и пишет, в диалектике истина бесконечное движение от субъективного относительно истины к объективному, абсолютной истине. Ну, то есть, как бы диалектическая истина недостижима. Это бесконечное движение. Вот мы с вами будем бесконечно двигаться. Диалектическую истину никогда не поймем. Ну, и, в общем-то, можно расходиться. Чего уж там. Диалектическая истина непостижима. Это бесконечное движение. Вот движемся. Ну, и как бы так с этим и умрем. Разбирали вы вопросы диалектической истины сегодня. Как раз движение... Само движение-то, конечно, может быть и бесконечное. В том смысле, что познавать можно бесконечно. Но идея заключается в том, чтобы начать преобразовывать в соответствии с понятием. Вот и здесь... Да, вот здесь можно разобрать вопрос о диалектическом... Дальше разберем вопрос о диалектическом материализме. Я думаю, это нам встретится еще. Так, ну что, перерыв. 50 минут прошло или как? Какой график? Можно перерыв сделать и дальше мы разберем. 10 минут перерыв, 5 минут? 10 минут перерыв и продолжим. Возьмем любую категорию диалектики. Говорится, что... Вот если возьмете, например, категорию сущность. Сущность есть истина бытия. То есть, каждая более поздняя категория является истиной предыдущей категории. И вообще всех предыдущих категорий. То есть, в том смысле, что она больше раскрывает предыдущие категории. В этом смысле здесь то же самое. Вы можете говорить об истине и говорить то, что истина, значит, она конкретна. То есть, надо, если вы хотите говорить об истине, надо раскрывать противоречия в предмете и так далее. Вот это все. Когда мы пока только рассматриваем одну сторону, когда хотим выразить в понятиях. Рассказали про это. А потом... И это вроде правильно, и вы ответили на вопрос об истине, в принципе-то, да? А потом вы говорите о том, что, ну вот, если диалектически подходить к вопросу, может быть, как бы созерцание, просто созерцать можно мир. И это будет такой вот, даже если вы материалистически созерцаете этот мир, это будет такой фейербаховский материализм. Но идея состоит в том, чтобы начать его преобразовывать. Преобразовывать в соответствии с понятием, которое вы выразили ранее. И в этом смысле вы более полно раскрываете категорию истины, она диалектическая уже истина, и она является истиной, то истиной, о которой вы говорили раньше. То есть, может, большее раскрытие. То, что она конкретна, и что еще там? Начали с чего-то. Не-не, вот то, что она конкретна. Вы понимаете, что такое конкретно? Просто сначала сказать просто, что она конкретна. Да, вы знаете, что такое конкретно? Ну, опять же, любая истина конкретна. Что такое конкретно? Знаете, что такое конкретно? Я сейчас скажу, это важно. Это противоречивое. Есть абстрактное – это одностороннее, а есть конкретное – противоречивое. Конкретное – это синоним противоречивого. И когда вы слышите там вот «давайте говорить конкретно», это значит «давайте говорить о противоречии». То есть давайте вскрывать существо противоречия. А если абстрактно мы, так сказать, что-то поговорим, то мы противоречия никакого, мы с разных сторон просто смотрим, противоречие не раскрывается. Так, ну что, Валерий Александрович, еще нет? Но я думаю, что мы можем продолжить. Продолжаем, да? Так, давайте мы еще некоторое время посвятим все-таки разбору работ, потому что товарищи делают, как я уже сказал, похожие неточности, даже не ошибки, неточности делают похожие. Поэтому кажется, что мы здесь повторяем одно и то же, и тут я повторяю уже, даже сейчас, уже за эти 50 минут по четвертому кругу мы ходим над одним и тем же, но нам надо учиться, приучать себя к тому, чтобы понятия, которые мы используем, были точными. То есть точно отражали и воспроизводили, отражали реальность, да? И если вы хотите о чем-то сказать, то как бы можно рассказать о, но все-таки выразить в понятии, это вот чеканная формулировка должна быть. И для многих понятий эти чеканные формулировки человечеством уже давно изобретены. Изобретены, да? И тут не надо использовать, как бы пытаться изобрести велосипед заново. Здесь есть некое такое желание товарищей в общественных науках вроде как-то что-то свое добавить сразу же. То есть я начал какую-то формулировку говорить. И вот я не хочу использовать гегелевскую формулировку или марксовскую формулировку. Хочется что-то какие-то свои словечки добавить и так далее. Но я хочу предупредить вас, что в марксизме и в общественных науках формулировки достаточно строгие и четкие. И там нельзя выкорчивать что-то оттуда, выкинуть слова какие-то и так далее. Ведь, например, когда мы говорим об формулировках и определениях в математике, никому не приходит в голову эти формулировки менять. И там какие-то слова добавлять, переставлять что-то. А вот в общественных науках почему-то такое желание есть. Поэтому я призываю точно формулировать те понятия, которые вы пытаетесь изложить. Идем дальше. Да, был вопрос в перерыве по поводу истины. И вот это утверждение о том, что истина конкретна, истина всегда конкретна. Многие товарищи, и как выяснилось, и здесь тоже товарищи не совсем поняли, что такое истина конкретна. Конкретна значит противоречива. То есть в ней противоречие. И это слово конкретно противоположно слову абстрактно. То есть когда мы говорим о чем-то абстрактном, это значит непротиворечивое, одностороннее. А конкретное это противоречивое, взятое, как есть. И вот когда мы будем говорить об непосредственных категориях в науке ловики Гегеля, там нам будут встречаться различные категории, некоторые из которых абстрактные. Скажем, чистое бытие, когда мы будем рассматривать, это абсолютно абстрактная категория. Она не содержит в себе противоречия. Она не конкретна. Ничто тоже абстрактная категория. А первая категория конкретная, это категория становления. Это очень важная категория. Мы поговорим об этом на следующих занятиях. Но это очень важная категория. И мы узнаем, что как раз первая истинная категория в науке ловики – это становление. Именно потому, что она противоречива. Потому, что она конкретна. Вот. Истина всегда конкретна. Так. Сергей Владимирович Белов не написал откуда. Или я не скопировал. Философия – это поиск общего начала для всех вещей, событий в мире, познания всеобщего. Ну вот опять размытая такая формулировка. Исторический материализм – материалистическое понимание истории. Но это не понимание. Что значит понимание истории? Это диалектический материализм, примененный к истории. Вот как было бы верно сформулировать. Диалектическая истина – адекватное, верное отражение действительности. То есть товарищ говорит, если неадекватное отражение действительности, то это не диалектическая истина. А что такое адекватное тогда? Что такое верное? Тут много вопросов возникает. Это отражение предмета таким, каким он существует сам по себе, независимо от человека. Следует отличать истинное заблуждение и лжи. Здесь товарищ правильно указывает на материальность мира. То есть товарищ стоит на материалистической позиции. Это чувствуется. За это он получает зачет. То есть он говорит, что мы отражаем предмет таким, каким он есть сам по себе. То есть мы просто, когда мы познаем этот предмет, это просто отражение материи. Вот, а не какой-то там, значит, ну вот мы об этом не говорили еще сегодня, но может быть как раз это место, где стоит сказать. Значит, если мы говорим про философию, и так вопрос впервые был поставлен Энгельсом по этому поводу. Он сказал, что все философы, и вот это его было такое заявление впервые, все философы разделились на две партии. Первое – это материалисты, а второе – это идеалисты. И вот здесь товарищ указывает, что он материалист. То есть, о чем говорят и заявляют нам материалисты? Материалисты говорят, что материя первична над сознанием, над духом. А идеалисты говорят о том, что идея первична, дух первичен, сознание первична. И формально эти две партии философии, они формально, ну они логически никак друг с другом. Одна доказать неправильность, вторая никак не может в действительности. Ну вот, если, например, я стою на позиции идеалистической, причем такой, позиции солипсизма, да, это субъективный идеализм, крайне субъективный идеализм. О чем эта позиция говорит? О том, что все, что меня окружает, это отражение в моем мозгу. То есть, я как бы сейчас на вас смотрю, а на самом деле я вас воображаю тут. Это просто мой мозг так воображает себя, и вот тут вы сидите, слушаете меня, ну мой мозг так работает, что он так воображает мне вас. А вас нету, как бы. Я сейчас подумаю о другом, и как будто бы я вышел отсюда. И вас и нету, и не было никогда. Вот, то есть существует только мое сознание, ничего другого не существует. Формально, логически такую позицию опровергнуть невозможно. То есть, вы мне будете что-то говорить, а я вам скажу, вообще-то, вы в моем сознании, только я вас вообще придумал, и ваши аргументы не принимаются. Ну, хотя бы на таком уровне. Вот. То есть, понятно, что с такой точкой зрения, вот, на которой, которая была в свое, в своем время, это была такая прорывная точка зрения, да, на которой стоял епископ Беркли. Он наиболее полно раскрыл эту позицию, позицию субъективного идеализма. Логически ее не опровергнуть. То же самое, как логически не опровергнуть объективный идеализм. Объективный идеализм фактически сводится к тому, что существует какая-то первичная идея, трансцендентная, как это еще называют, там, дух с большой буквы. Ну, на самом деле, граждане не намекают на Бога, естественно. С большой буквы, опять же. Вот. И доказать его отсутствие или наличие никак не представляется возможности логически. То есть, как бы, вам будут говорить, что, ну, все является реализацией замысла Божьего. Все есть замысел Божий. Поэтому вот так все тут и сложилось. То есть, формально, логически, вообще говоря, с объективными идеалистами тоже спорить, ну, достаточно сложно. Они стоят на этой позиции, и все. В философском смысле. То есть, конкретные утверждения, конечно, формально-логически разбить их легко. Но в философском смысле это серьезная проблема. Единственное, что разделяет граждан, ставших на позицию идеализма и материализма, это выводы. Вот из материалистической, из диалектика материалистической позиции следуют строго определенные выводы, которые сделал Марк с Энгельсом, и которые, ну, так скажем, печальные новости у меня в связи с этим для господ капиталистов. Ну, и у Марк с Энгельсом тоже были печальные новости для них. И эти новости следуют формально-логически, следуют, ну, диалектически следуют из материалистического основания. Вот этого философского материалистического основания. Если мы возьмем идеализм, как раздел, ну, течение философии, то выводы из идеализма вполне себе радужные для господ капиталистов. Поэтому сегодня определять, как бы, кто, на какой вы позиции стоите, это то же самое, что определить, какую точку зрения какого класса вы принимаете. Господствующего класса, сегодняшнего класса капиталистов, вы можете встать на философии, на точку зрения объективного идеализма, там стоять и защищать. Но вам придется защищать капитализм всей душой и телом. Если вы стоите на диалекте-материалистической точке зрения, то выводы, которые исследуют из такого философского основания, они однозначны. Они ведут к диктатуре пролетариата и к обществу без классов. Так что, когда вы, товарищи, может быть, кто-то здесь еще не определился, на какую позицию встать, в философском смысле, знайте, что эта позиция определяет, не доказать надо эту позицию, а какие выводы из этой позиции следуют. Но вот Сергей Владимирович Белов, я к чему все это говорю, он встал на материалистическую точку зрения, поэтому соответствующие выводы он сможет сделать. Вопрос был у вас. Вывод прост. Соответственно, поэтому они столько церквей и строго. Да, да, в том числе. За счет того, что вот этот философский... Ну, они, нет, значит, у них, у наших товарищей, так сказать, да, товарищей, господ капиталистов, они даже на наиболее прогрессивную идеалистическую точку зрения не могут встать. То есть, вообще-то говоря, им нужно встать на гигелевскую точку зрения, потому что Гегель был объективным идеалистом. И он свои философские измышления в науке-логике, он делал из основания объективного идеализма. Но проблема заключается в том, что если туда, господа капиталисты, встанут на эту точку зрения, то там один шаг, как показал Ленин, до материализма. И никуда уже там не извернуться. Поэтому у них такое смешение субъективного идеализма, объективного идеализма, в общем, наиболее реакционных, наиболее отживших течений в философии. Ну и в том числе, строя церкви активно, надо рассказывать про то, что идеализм должен царить в головах. Он и царит там. Скажите, пожалуйста, а вот эта история про «ты всего добьешься сам, и главное верить в себя». Вот, 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 да. Это субъективный идеализм? Ну, это такой отзвук, да, это отзвук субъективного идеализма и философии, да. В некотором смысле можно так говорить. Да, всего добьешься сам, то есть, как... Нет, вот этого сказать никак нельзя. Субъективный идеализм никаким образом не перетекает. Ну и объективный идеализм никаким образом не перетекает, прямо скажем. То есть, что вы понимаете, перетекает? Ну, просто сейчас говорили про то, что... Более того, я вам скажу, что многие граждане, которые мнят себя материалистами, на самом деле, вот, перетекают именно туда сами. Вот. И это сейчас видно у многих товарищей. Но и это является отражением борьбы в материальном мире, то есть, классовой борьбы. Если мы вспомним историю этого дела, обратимся опять к работе Ленина «Материализм и империокритицизм». Почему вообще и когда Владимир Ильич написал эту работу? Кто-нибудь помнит? Когда была написана работа «Материализм и империокритицизм»? Она как-то по-другому. Это она так и называется? Да. А империализм как выше стать? Нет, это другая работа. Работа по философии, где Владимир Ильич садится и начинает последовательно разбивать теории махизма, связанные как раз с подменой материалистической точки зрения субъективным идеализмом. Это происходит в, если я сейчас не изменяю память, в 2013-2014 год. В общем-то, вообще говоря, у коммунистов в тот момент были более важные дела. Тут начинается империалистическая война. Есть чем заняться. А вот Владимир Ильич считал, что очень важно в этот момент как раз написать вот эту философскую работу, которая разбивает течение махизма в том числе. Не только его, но течение в материализме, которые сваливаются в субъективный идеализм в том числе. И это связано еще было с тем, что в самой партии, в РСДРП, появились идеи богостроительства. И, в общем-то, эти идеи, так сказать, толкали, производили на свет видные члены партии. Вот это идея богостроительства у него была. И поэтому товарищи, в общем-то, хорошие товарищи, сваливались на такие философии, сваливались на такие идеи с позицией материализма. То есть стремление у них как бы за все хорошее? Не-не-не, это не стремление. Это никакое не стремление. Это прямое отражение того, что происходит в обществе. В обществе происходит борьба классовая. Я имею в виду просто недостаток знаний. Здесь, опять, вы пытаетесь к личностям привязаться. Недостаток знаний и так далее. В обществе происходит классовая борьба. Эта классовая борьба отражается на борьбе в том числе и в партии даже большевиков. Период реакции. Да, это период реакции как раз после первой русской революции. И эта классовая борьба, она отражается на всех. Она везде, во всех областях жизни. Значит, в партийной жизни она отражается. Поэтому это явление объективное. Оно не потому, что там товарищ Луначарский был каким-то плохим товарищем. Ну, не был бы Луначарский, был бы другой кто-нибудь. Вот. В чем заключается эта идея в обществе? Ну, давайте мы это... Вы можете спросить у товарища Огородникова, который будет проводить лекцию. Он хорошо это вам расскажет. Вот. Я не являюсь специалистом в этой идее, честно сказать. И мне вылетела из памяти фамилия, которую... Богданов. Во! Значит, товарища Богданова тоже, который ушел в эти идеи богостроительства и махизма. В общем, почитайте. Крайне рекомендую почитать работу «Материализм и империокритицизм» Ленина. Так. Двигаемся дальше, да? Белянов Сергей Сергеевич, Алтайский край, город Барнаул. Да. Ну, вот Белянов Сергей Сергеевич, типичный у него такой ответ. Он списал все с толкового словаря. Ну, и у него получается так, что согласно толковому словарю далее, философия переводится с греческого как «любомудрия». То есть, к категориям, которые мы изучаем, к понятиям, которые мы изучаем, товарищ подошел с филологической точки зрения. То есть, что это слово означает, что эти части этого слова означают. Он не хочет добраться до сути вещей. И потом он пишет, что М.В. Попов предлагает другое определение данного слова. М.В. Попов не предлагает другое определение данного слова. Что такое философия, было известно, к счастью, задолго до М.В. Попова. Вот. Ну, и дальше. Да, вот словарь далее товарищу дает определение диалектики как умосложение. Ну, и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, о чем это говорит нам? А это как раз говорит о том, что если мы будем брать некие определения из словарей, даже словарей, которые неплохие с точки зрения, например, естественных наук. Если вы возьмете, например, большую советскую энциклопедию, а с точки зрения естественных наук вы там многое можете почерпнуть. Но, когда мы говорим о философии, когда мы говорим о марксизме, здесь вопрос стоит не на жизнь, а насмерть для различных классов. И поэтому, что будет изложено там, оно принципиально для различных классов в обществе. А Большая советская энциклопедия, последнее ее издание, датируется, по-моему, каким-то 70-ми годами. А мы знаем, что в 70-х годах уже начался переход от социализма, переходный период от социализма к капитализму. И, соответственно, это не могло не отразиться на словарях, в том числе на Большой советской энциклопедии. Ну, и вот, если вы списываете что-то из Большой советской энциклопедии, знайте, что там вы списываете нечто, на чем есть слепок классовой борьбы. Так, дальше идем. Большаков Филипп Леонидович. Диалектика как наука изучает развитие явлений и перехода количества в качество. Диалектика как наука изучает развитие явлений, в том числе. Но перехода количества в качество диалектика не изучает. Более того, никакого перехода количества в качество вы не найдете в диалектике. И, значит, тут формулируют законы диалектики иногда так. Это переход количества в качество и обратно. Что-то типа такого. Вот. Такой закон формулируют. Мол, где-то это вычитали. Значит, если вы возьмете науку логики, то первая категория, которая там встречается, и это категория качества, конечно. И в этом и следующий раздел после качества, уже количество. То есть, можно сказать, что качество переходит в количество. В смысле движения категорий в науке логики Гегеля. Количество в качество не переходит. Происходит там переход узловой линии отношения меры. Происходит скачок и происходит изменение качества. То есть, происходит новое качество. А количество в качество обратно как будто не переходит. Противопоставляется формальной логике, пишет товарищ Филипп Леонидович диалектика. И это тоже неверно. Мы не противопоставляем диалектику формальной логике. Диалектика включает в себя формальную логику. Так, ну немножко нам осталось. Васильченко, Екатерина Борисовна. Южная Корея, город Пусан. Философия – это наука об истине. Теория познания и метод разумного мышления. Ну, это такое хорошее высказывание о философии, но это не является определением философии. Философия изучает познание как процесс постижения истины. Слежно философии есть метод разумного мышления, руководство для умственной деятельности направлено на поиск истины. Философия рассматривает вопрос об истине, но она не ограничивает себя только вопросом истины. Она этот вопрос, философия, в рамках себя раскрывает определенным образом. И дальше. Таким образом, философия есть логика. Вот это выражение мне понравилось. Философия действительно есть логика, потому что логика… Можно сказать, что философия есть логика, потому что логика, диалектическая логика – это один из разделов философии. Вот. Власов Сергей Леонидович, город Уфа. «Истина», – пишет Сергей Леонидович, – «с точки зрения диалектики, представляет собой синтез абсолютной и относительной истины». Но это неправильно. Что за синтез такой? Откуда вы взяли это, я не очень понимаю. Релятивисты и догматики рассматривают вопрос истины одного-ка. Да, действительно так, но это не сводится к вопросу об абсолютной и относительной истине. Так. Галимов Ильдар Равилевич, город Санкт-Петербург. Через «и». Почему-то. Марксизм является результатом снятия гегелевской идеалистической философии. Да, почему-то это почерпнул. Ну, действительно, так можно сказать. В марксизме снимается гегелевская диалектическая философия и отрицается, но в ней удерживается все содержание диалектической логики Гегеля. Так, ну что. Здесь, в общем-то, все то, что я сумел проверить, закончилось. В целом, я могу сказать еще раз, возвращаясь к ответам. Я думаю, что мы разобрали большинство ошибок. Для остальных товарищей ответы будут проверены, работы будут проверены, но со временем. Не сказать, что вот прямо сразу. Но я думаю, что мы основные ошибки сегодня и неточности сегодня вскрыли, и товарищи смогут понять сами. Даже при наличии оценки зачтено, они смогут понять, что же у них в ответе не точно, не так или совсем неверно. Вот. Ну, а сейчас мы можем потратить некоторое время на ответы на вопросы, если таковые есть, может быть, от вопроса онлайн по темам, связанным с марксизмом, но не ограничивающимся темой сегодняшнего нашего занятия. Давайте, кто там первый был? А вот если в интернете, допустим, смотреть законы, написать диалектики, то будет выдаваться тройка законов, и это все-таки законы диалектического материализма или диалектики, и вот какое-то скушение было и есть. Значит, давайте, да, ну давайте об этом поговорим. Действительно, вот эти три законы диалектики, я подозреваю, откуда их товарищи взяли, их взяли из такой заметки Энгельса «Диалектика природы». Вы там можете найти определенный раздел, но если вы внимательно посмотрите, у Энгельса это незаконченная работа, совершенно незаконченная. То есть это какие-то наметки. Вот, это первое. Второе. Если мы обращаемся к диалектической логике, то есть диалектике, изложенной в науке логики Гегеля, то там закон – это спокойное в явлении. Вот Гегель так определяет закон – спокойное в явлении. Почему законом названы, там, закон перехода количества в качество, закон борьбы противоположностей и так далее, мне не очень понятно. Можно сказать, что любой переход, в этом смысле, что любой переход, который делается в науке логики, является законом. Ну, это как-то упрощение. Почему выдран какой-то один там переход и так далее. Вот. Можно сказать, что все противоречиво. То есть борьба противоположностей есть во всем. Но это никакой не закон. Это имманентное свойство материи. Все противоречиво. Из, в частности, из диалектической логики это следует. А поскольку диалектическая логика, как мы уже говорили, является отражением того, что происходит в материальном мире, то можно сказать, что вот то, что мы видим, встречаем в диалектической логике, это имеет отражение в мире материальном. Но вот так к этому надо относиться. И диалектика не сводится к трем законам. Обычно, когда говорят о трех законах, это не касается сейчас товарища Энгельса. Я про это совершенно не хочу сказать. Энгельс, кстати, прямо указывал, что диалектика – это единственный компендий. Наука логики – это единственный компендий диалектики. То есть прямая дорога, прямой путь. И он изучал диалектику. Если мы обратимся к переписке между Марксом и Энгельсом, когда-то я проводил даже лекцию по этому поводу в университете рабочих корреспондентов, там я просто разобрал, насколько часто в своей переписке Маркс и Энгельс обращались именно к содержанию диалектической науки логики, к диалектике. Энгельс явно из его работы не сводит диалектику к этим трем законам. А граждане, которые диалектику не изучали и хотят ускользнуть от ее изучения, они так сводят это к трем законам и пытаются как будто бы эти три закона везде подсунуть. Но поскольку в этих формулировках отразилось нечто всеобщее, их вроде как кажется так, что действительно они удачно подсовывают это успешно. Ну, а это есть во всем. Любая категория в этом смысле диалектики может быть применена ко всему. Она всеобщая, любая категория диалектики всеобщая, не только то, что называется тремя законами. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Кто еще хотел? Да. Я хотел узнать, через СДО также можно отвечать, получается, на все эти вопросы, они будут проверены, так? Да. Да, я проверяю, значит, да, я проверяю, ну, если это для кого-то секрет полишинеля, я захожу в СДО, смотрю работы, которые пришли, и по одному их проверяю. Иногда я что-то копирую себе специально, чтобы обсудить, вот как я это делаю. То есть все работы, которые загружены в СДО, так или иначе будут проверены. Да, товарищи, теперь, сейчас мы еще, кто хочет задать вопрос, задаст вопрос. Был вопрос о литературе, такой, как бы, провокационный. Тут товарищи сказали, что им не хватает литературы, им не дали ссылку на литературу. В целом, вся литература по курсу марксизма может быть сведена, ну, к небольшому количеству произведений. Первое, это капитал Маркса. Три тома всего. Три тысячи страниц там что-то. Ни о чем. Ни о чем, да? Дальше. Полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина. Немного. Дальше. Работы Маркса и Энгельса. Вообще говоря, есть полное собрание сочинений, да, называют. Собрание сочинений Маркса и Энгельса. Там много томов, и я честно признаюсь, я лично не осилил все. Но есть избранные сочинения Маркса и Энгельса в десяти томах. Вот это вот то, что я лично осилил. Раньше это продавалось в РКРП. Продавалось недорого. Десять книжечек. Там такие работы, как антидюринг. Развитие диалектика. Развитие социализма от утопии к науке. Семья. Происхождение частной собственности семьи и государства. Ну и ряд других работ, сейчас которые, может быть, я... Да, Фейербах, конец классической немецкой философии и так далее. Вот эти работы уж как минимум хорошо бы изучить. Дальше. Если говорить о диалектике, то необходимо изучать науку логики. И не просто изучать, а штудировать. В этом вам может помочь, ну вот, значит, выступление Михаила Васильевича. Кружки по диалектике. В многочисленных экземплярах записанные и распространяемые в интернете. Очень много записей Ленру можно найти, где Михаила Васильевича опрашивают по этим вопросам. Но все это никак не заменит изучение науки логики. Ну и если вы хотите, кроме Михаила Васильевича, еще с какими-нибудь умными людьми посоветоваться, то я вам рекомендую Владимира Ильича Ленина. Тоже умный человек. 29 том открываете. Конспект науки логики. Там много чего интересного вы можете найти. Прямо вон там на полях много интересных замечаний оставляет. Так, по... Ну, в общем-то... Что, я что-то забыл? Нет, ничего не забыл. Все? Вот, всего-то ничего. Книжек. Вот, надо это изучать. Так что это вот... Да, можно... Есть еще работы Михаила Васильевича. Да, но это, опять же, вот можно прочитать главные ленинизмы и подумать, что этого достаточно. И Ленина не надо читать. Вот я бы... Я честно скажу, я Ленина... Главное в ленинизме не читал. Потому что все-таки я еще где-то там нахожусь на последних томах Ленина. Я пытаюсь его всего прочесть. А не Главное в ленинизме. А так вы прочитаете Главное в ленинизме и подумайте, что вы уже все поняли. Главное в ленинизме как бы ухвачено. Нет. Читайте. Полное собрание сочинений. Да. Еще один вопрос. Мы говорим, что диалектика, она применима ко всему. Да. Михаил Васильевич на прошлой лекции говорил, что в естественных науках диалектика не применяется. В математике, в физике. Вот. А где граница? Где применяется? А где нет? Значит, граница простая. Микроскопом можно забивать гвозди. Но он как бы предназначен для другого. Применять диалектику можно и в математике, и в физике. Но метод, который используют физики и математики, это логический метод, он достаточен для того, чтобы решать задачи этих наук. А вот когда вы переходите к изучению живого общества, движения материи в общественной ее форме, вам уже формально-логических методов недостаточно. Нужен диалектический метод. Вот так вот граница и устанавливается. Да. Что, вопрос, а где достать книжки из какого тома, с чего начать тогда? Значит, начать я бы рекомендовал читать подряд все. Вот берете с первого тома и начинаете читать. Чем хорошо такое? Я сам, честно сказать, не так начинал. Ну, если говорить уж откровенно, я сначала прочитал какие-то избранные работы Ленина. И был какой-то четырехтомник, что ли, избранных работ или еще что-то. Но, опять же, я бы не рекомендовал таким образом идти. Потому что будет ощущение, что вы эти работы прочитали и как бы Ленина изучили. На самом деле нет. Надо брать с первого тома и читать там же как детектив. Вадим Ильич пишет настолько отлично, что прямо как детектив раскрывается. А самое главное, вот некоторые говорят, я хочу изучить историю начала 20 века. Лучший способ изучить историю начала 20 века – это прочитать Ленина. Потому что он ни одно существенное событие в общественной жизни в мире не пропустил. И всему он дал ту или иную оценку. И у него все разворачивается, как бы одно из другого вытекает. То есть это как и детектив. Вот там сколько? С 95-го, да, по-моему? С 1895 года начинается. Там такие первые тома. До 24-го. У вас 30 лет разворачивается перед вами картина. Истории 30 лет. Причем в таких подробностях. И на таком высочайшем уровне анализа, что читается как детектив. Вопрос, где взять? Да, ну, полное собрание сочинений можно скачать в интернете. В электронном виде. Если вы хотите его получить в, так сказать, на физическом носителе, в книге, то я лично свое полное собрание сочинений когда-то купил на Авито. Чего-то там за 3000 рублей кто-то мне его продал. Все там. А что такое история Первой мировой? Историю Первой мировой нельзя понять в связи с другими событиями. Да, это первое. А во второе, что такое история, товарищ дорогой? История это собрание событий. Ну, это как-то вот... Ну, и зачем это изучать-то? Ну, как бы накидали в кучу, в мешок каких-то событий. И вот в Первой мировой войне. Эти пошли сюда, эти пошли сюда, эти написали такую ноту, те написали такую ноту, как бы накидали все в ящик, в мешок, встряхнули так, и выдали слушателю. Это история? Вот. История изучает современность как результат предшествующего развития. История именно изучает современность. Именно предшествующего развития. То есть, Первую мировую войну нельзя изучать в отрыве от предшествующего движения. Как развивалось общество человеческое. И для того, чтобы понять, что это империалистическая война, и до этого дойти, и понять, какие интересы сталкивались в этой войне, как раз нужно изучать работы Владимира Ильича. Потому что просто вот в Первую мировую войну, вот возьмем, вот эти двигались сюда, эти двигались сюда, здесь произошло такое сражение, закончилось тем-то, здесь такое, закончилось этим-то. Ну, это фактология. Это же не история никакая. А как, почему те или иные события происходили, к чему они привели, и какие корни имели, в чем их сущность, это вот как раз Владимира Ильича можно ухватить. Да, давайте. Я тут поспорил, он мне один выдал. Нео-капитализм. Это что у нас такое? Кто там? Не знаю. Вы спорили с этим человеком. Значит, вот, его надо было у этого человека. Что, говорит, в современной литературе? Ну, в современной литературе много чего можно найти. И, как бы, ну, конечно, конечно, это не... Ну, на самом деле, сейчас многое можно вот почерпнуть. Даже, и вот здесь хорошее, может быть, замечание такое, что даже хорошие буржуазные ученые, хорошие в смысле, что они, ну, хотя бы пытаются изложить, как бы, экономику в каком-то адекватном виде. Они просто являются пропагандистами, там, класса буржуазии. Скажем, ну, из современных можно назвать, ну, наверное, там, Хазина, условно говоря. Он, по крайней мере, это пытается сделать. И все у него сводится к тому, что, как бы, капитализм... Вот так формулируют, что скоро вот тот капитализм, который мы видим, он, как бы, заканчивается. Но при этом шаг дальше нужно строить какой-то другой капитализм, видимо. Ну, как бы, дальше. Как этот капитализм будет строиться, непонятно. И капитализм это будет или нет, непонятно ему тоже пока. Ну, вот, то есть, ученые, которые стоят на, им, вот, стоят даже на такой честной, принципиальной буржуазной позиции, выводы их о том, что капитализм конечен. Но дальше они боятся идти. Дальше они могут придумать неокапитализм. Вот один из способов. Ну, как бы, а зачем спорить? Вообще, задача у нас переспорить отдельного, конкретного гражданина не стоит. Более того, убедить в том, что, ну, поставить, значит, распропагандировать конкретного гражданина, у нас тоже задачи не стоит. Вот если вы сейчас начнете со мной спорить, я скажу, да ладно, все, вы правы, и разошлись мы. У меня не стоит такой задачи. Задача здесь наша – бить по площадям. Как бы, в том смысле, что чем больше народу марксизмом овладеет и будет твердо стоять на марксистских позициях, тем лучше. А конкретного человека, опять же, можно никогда не убедить. Но у него что-нибудь там случилось в голове, и вы никогда ни в чем не убедите. Вы ему будете говорить доводы, а он вам будет говорить одно и то же повторять. Надо именно научно полностью изучить, а в смысле вообще никакого. По факту нужно изучить самому, в первую очередь, и вести пропаганду для того, чтобы как можно больше людей марксизм овладели. Но, опять же, пропаганда заключается в том, что в стрельбе по площадям. Это не в том, что вы идете к конкретному человеку и тратите всю жизнь на то, чтобы его убедить в чем-то. Здесь такой задачи вообще не стоит. И более того, эту задачу зачастую нельзя решить. Поэтому, товарищи, и там, скажем, в семье не надо спорить по этому поводу до смерти. Этого не надо делать. У каждого может быть свое мнение. Наша задача здесь совершенно другая. Мы и с коллегами со своими, они могут иметь совершенно другие представления идеологические. И у них мировоззрение может быть буржуазное. И в этом ничего ужасного нет. Мы здесь решаем задачу о том, что как можно большее число людей овладело марксизмом. Но это не конкретные люди. Да. В чем отличие развития скачкообразного и революционного? От агрегатное состояние меняется скачок или революция? Значит, первое, что надо сказать, революция, это, конечно, скачок. Но не любой скачок, это революция. Я сейчас возьму... Что такое... Ну, это разденусь, на что бегать по аудитории? Это скачок? Да, да. Это скачок, я сказал. Ну, очевидно, что это... Или выпрыгнуть из окна. Скачок? Это скачок. Это скачок. Но это к революции не имеет никакого отношения. Значит, революция, это скачок, это прерыв постепенности. В этом смысле. Но скачок, это прерыв постепенности. То есть, вот сейчас, ну, опять же, на лекции, вот сейчас я говорю, рассказывал, сказал, выскочил и убежал. Это тоже будет скачок. Прерыв постепенности. Но революция, революция, это не просто скачок. Это определенный скачок, когда к власти приходит прогрессивный класс. Сменяется власть класса. От реакционного к прогрессивному. В каких-то других направлениях некорректно применять слово революции? Нет, революция это конкретное понятие. Понятие. Вот когда меняется власть класса, политическая власть класса. Причем не абы какая, а именно прогрессивный класс меняет в класс реакционный. Если реакционный поменял прогрессивный класс, то это уже не революция. Это контрреволюция. Это конкретные понятия. Тут нельзя говорить, что вот... Ну и поэтому в том числе к событиям на Украине, например, категория революции в принципе неприменима. Ну и там что сейчас происходит? В Эквадоре кто-то начал бегать. Это тоже не революция. Не приходит рабочий класс к власти. Вот пока он не приходит к власти, никакой революции не происходит. Происходят перевороты, буржуазные перевороты. Все в порядке, так сказать. Одни группы буржуазии сменяют другие группы буржуазии. Все хорошо. Да. Три вопроса. Три вопроса. Ну давайте. Первое. Когда вы говорите движение материи, вы под словом движение что именно подразумеваете? Да изменения я понимаю. Нет, во времени не понимаю. То есть, конечно, можно понимать изменения во времени, но под движение материи я понимаю любое изменение. Движение механическое – это тоже изменение, кстати говоря. Да. Следующее. Общественное бытие. Бытие. Бытие определяет общественное сознание. В марксизме это постулируется или ведет как просто наблюдаемое явление или как-то выводится? Нет. Это доказывается марксом в том числе в капитале. Следующий вопрос. Три составные части марксизма. Да. Вы нам рассказывали, Михаил Васильевич, философию, политическую экономию и научный социализм. Нет. Так. Да, философия. Ну хорошо, да. Провести такую аналогию, что политическая экономия выступает как истина, как познающая, где мы пытаемся познать мир, ну и познаем истину как соответствие понятия объектов. Экономические законы, как… Ну мы пытаемся понять, да, с экономической точки зрения, да, но… Мы пытаемся понять. Да, понимаем, да. Но некоторые пытаются еще. А, можно? Научный социализм выступит как истинно преобразующее, когда мы понимаем, как мир устроен… Нет, так нельзя говорить. Нельзя так говорить. Научный социализм, он тоже объясняет… Что такое научный социализм вообще, да, из чего он состоит? Он, так сказать, выводит коренные интересы рабочего класса. То есть он определяет ту материальную часть общества, то есть рабочий класс, который объективно заинтересован в изменениях общества. И он разъясняет коренные интересы этого класса. Он тоже познает… Научный социализм в этом смысле тоже познает общество. То, что он сам непосредственно не делает, а делает рабочий класс, это понятно. Но то, что он предоставит то понятие, к которому должны стремиться уже рабочие привести на сериальное место. А политическая экономия, политическая экономия того же самого не делает? Вы путаете… У вас здесь получается, что вы пытаетесь разорвать эти моменты как раз, а они неразрывны. Пытаетесь, пытаетесь. Смотрите, с чего начинается первый тон капитала? С товара. Вот Маркс берет и начинает рассматривать товар. Вроде, ну как бы, что может быть безобидней? А там к концу капитала что происходит? Бьет час капиталистической эксплуатации, экспроприаторов экспроприируют. Ничего себе вывод, да? Из товара. И это он вывел ведь из товара. Он взял, начал рассматривать товар и сделал вот такой вывод. А это вывод уже чистый научного социализма. И в этом смысле эти моменты неразрывны. То есть вы берете научный социализм, вы тут же рассматриваете политическую экономию. Вы берете политическую экономию, метод философии. Вы как бы с философией имеете дело. Нельзя разорвать эти три момента. И философия выступает вот именно как? Она не выступает, она выступает как момент. И противоречива истины политической экономии и научного социализма. Нет, так нельзя говорить. Еще вопросы? Давайте, последний вопрос на сегодня. Удачно. Вот я хотела про историю поговорить немножко. Вот я смотрю всяческие документальные фильмы и все время призывают историков, людей со степенями, то есть явно писавших какие-то вакурские статьи, там, и все такое. Но эти люди говорят совершенно противоположные вещи. То есть мне, ну, как человеку, имея отношение к наукам техническим, да, мне вот это совершенно невозможно понять. И вы говорите про буржуазных теоретиков, то есть есть и не буржуазные теоретики. Как вы это объясните? Ну, очень просто. Все то, что те науки, которые... которые отражают классовые противоречия, они как бы выступают... Они неоднозначны в том смысле, что вы сможете увидеть такую точку зрения, другую точку зрения, третью точку зрения и так далее. И история – это одна из таких наук. Потому что, что говорит история, очень важно для разных классов. Для класса буржуазии нужны одни выводы исторические делать. Для рабочего класса выводы должны быть совершенно другие. И, соответственно, методологии могут быть различны. Поэтому все науки, еще раз, все науки, в которых есть отражение этой борьбы классов, они выглядят таким вот образом, что вас очень смущает. А, например, в математике борьбы классов нет. Все равно пересекутся две параллельные прямые или не пересекутся. Что рабочему классу, что буржуазии примерно одинаково. Поэтому в тех науках, где идет острая борьба классов, вы видите вот такой налет классовых интересов фактически. А что деньги историки отбывают? А? А что деньги историки? Так это же есть борьба классов. Это же есть классовая борьба. Это проявление классовой борьбы. Все как бы в порядке. Ну что, дорогие товарищи, заканчиваем на сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.